привет друзья на связи антиквар продолжаем играть в даркис данжен на кровавой луне как я уже говорил в прошлой серии каждый следующий выпуск я буду начинать с посещения кладбища чтобы все могли оценить состояние нашего счетчика смерти как видите пока у меня никто из героев не умирал что не может не радовать и после этого буду открывать журнал действий чтобы все могли увидеть актуальную неделю сейчас у нас идет седьмая неделя из достижений которыми я могу похвастать на сегодняшний день только победа над учеником некороманта кстати по и получилось она довольно таки непростой бой был как по мне интересные персонажи были не прокачаны и снаряжение у них было базовое навыки не оптимизированные в общем кто хочет посмотреть на эту частичку моих страданий можете ознакомиться с финальной частью прошлого ролика прошлого выпуска именно там этот бой и представлен ну что же давайте не будем долго откладывать долгий ящик поход в очередной данж не скажу что этот выпуск планируют с каким-то эпичным и сверх насыщенным но и какие-то новые для меня моменты бесспорно здесь будут присутствовать в частности я буду знакомиться с новым для себя персонажем а именно сам обичевательным слышал про него много хорошего вот сейчас хочу с ним познакомиться поближе в условиях максимально приближенных боевым и сразу же у меня такой вопрос к знатокам дарки с данжем специалистам по этой игре смотрите он ко мне пришел вот в таком виде у него были открыт вот эти четыре навыка но мне очень захотелось прокачать ему искупление насколько я понял этот навык позволяет сам обичевателю вылечиться самому и вылечить одного из членов нашей партии но при играть мне все эти пять навыков если честно очень понравились очень зашли но я решил не брать дождь из слез не знаю насколько это правильное решение все-таки навык классный позволяет работать по двум задним рядам навешивать кровотечение что в заповеднике куда мы сейчас отправимся в общем то часто будет незаменима но мой выбор именно вот таков так вот я хотел бы вас попросить написать вообще какую наилучшую закачку для самообичевателя вы видите да то есть какие навыки следует выбирать прокачивать может быть я на что-то не обратил внимание до соответственно страдания и возвращения возможно и эти навыки могут играть большую роль в сражениях в общем буду всем очень признателен если поделитесь со мной своим опытом ну и прежде чем мы будем переходить непосредственно к подземелью хочу сказать огромное спасибо всем кто писал комментарии под прошлыми двумя видео дали мне много информации пищи для размышлений постараюсь вынести все то разумное что там было в этих комментариях в этих сообщениях хотя понимаю что это невозможно ну что же давайте быстренько пробежимся по другой команде на первой позиции у нас будет стоять прокаженный благо мы получили за победу над учеником некороманта вот такое замечательное кольцо сосредоточения которое прибавит ему десятку меткости для прокаженного это просто незаменимый тринкет на четвертой позиции стоит могильная воровка ну про нее особенно ничего не скажу был у меня вот такой персонаж до непрокаченной нулевого уровня она и пойдет будет отвечать в частности за ловушки и из-за дилижанса который меня не порадовал я добрал вот такого наемника взял именно его они его коллегу у нас есть еще один наемник тулис сигуайра я взял именно за то что он является знатоком заповедника ну как то так навык докупил только прокаженному до чем уже рассказал тринкет и есть только на прокаженном и на самобичевателя больше мне добавить нечего посмотрел по походам куда я могу отправиться в общем то ничего интересного я не обнаружил пойдем за купчими в заповедник да мы здесь еще не были в бухте еще не были в общем выбрал я именно заповедник поскольку под сам обичевателя с его заточенностью на кровотечение он походит куда лучше бухты ну все и так очень длинной получилось это вот вступительная часть данного ролика поэтому давайте как-то уже будем переходить непосредственно к прохождению высказывали мне пару зрителей мнение что я беру слишком много факелов запасом да но у меня тут во первых никто свет не разжигает из этих персонажей ну я не считаю что в данном случае один-два лишних факелов прям такие большие растраты я все-таки вот так перестраху если не будет стоек с факелами в заповеднике да и при этом он будет довольно таки длинный то есть понятно что это быстрое задание но они что же различаются по объему то у меня могут возникнуть проблемы обродить без света мне честно скажу не хочется так ладно беру две лопаты две травки что-то я сегодня очень много говорю вроде как по делу но в то же время надо наверно поменьше этого делать так один ключ одна святая вода что мне еще понадобится противоядие кстати две травки мне понадобится да давайте одно противоядие и один бинт хватит мне такого набора я если честно не уверен давайте два бинта я возьму противоядие все-таки одно да и того у меня еда лопаты факелы травки ключ святая вода противоядие два бинта или взять два ключа всегда нужно иметь запасной ключ на случае обнаружения секретной комнаты давайте все таки это будет два ключа вот так пожалуй я вооружусь городскими припасами ну и погнали прошло я даже и не скажу сколько дней записи прошлой серии как бы не выложил то я и не так давно но дней прошло порядка четырех не сразу я выложил отснятый материал поэтому я несколько не в тонусе до в игровом и новый персонаж на меня в общем будем посмотреть что из этого всего получится я надеюсь что поход выйдет удачно разведка сразу же пробует что не может не радует так ну и нам нужно сразиться во всех комнатах и нужно отметить что данж в общем-то коротенький проблемы здесь с теми же факелами возникнуть не должно ну что давайте полутаем объекты которые мы видим так кстати говоря ну куда этика я проверю до работает из третьей позиции основная атака наемника и добивание тоже да правильно же да все то я чуть даже напрягся так уверенно я его на третью позицию поставил оба сейчас мог удивиться ну и что кем лутать бочку спиртовую ну давайте может быть прокаженным все таки он у нас самый главный дэмэдж диллер сколько 30 до урона до привала именно так именно так эта бочка с алкоголем и дает роскошно заходит но и мне все коридоры надо на самом деле пройти поэтому как-то здесь назад вернуться чтобы диковинку от эту выцепить той бы наверно провести так каракулем я вот просмотрел честно все диковинки которые могут встречаться в заповеднике но каракули со святой водой они лутаются или просто мне кажется просто и там есть шанс на получение позитивного или негативного квирка при этом нет стресс отхил ну ладно давайте рискнем навсегда меняют героя знаток чаще но отлично в данном случае риск оказался оправданным да и прокаженный у нас почаще будет отлично заходить так ловушка у нас соответственно главный специалист это могильная воровка правильно же молодец четко отработала ну и что первый бой вот такой вот нестандартные незнакомые для меня команды поглядим как наши персонажи себя зарекомендуют и сразу же бой не самый простой да так что я делаю нужно понять на ком мне надо на ком-то же сосредоточиться наверно на цеплятель он много может вносить урона поэтому давайте по нему и будем проходить сможет крит как нет нет сегвайр решил без крита вначале обойтись у мобильной воровки шанс попасть хороши так единственное что я не тот навык я использовал который был бы нужен так внимательность это наше все вы знаете так ладно здесь хочу подвинуть ребяток таким образом да неприятное начало сам себя загнал в какую-то странную ситуацию стресс накидывают на моего наемника я хотел вообще бросить нож до сделал выпад вот конечно я молодец так дайте понять что лучше работает семьдесят восемь восемьдесят три то есть по точности лучше всего работает именно выпад но я не могу ее двигать вперед бросок ножа или удар киркой думаю что бросок ножа хорошо хорошо метнули здесь шипы пошли может единственное что сделать на наемнике четвертой позиции это метут шипы ну и продолжает на него вешать стресс это вот неприятно серая гниль прилетает на нашего прокаженного это что такое плюс 20 здоровье минус 10 меткости минус 10 урона неприятное заболевание будем откровен так ну ладно погнали сам обечевателем работать все свинка лека отъедет сейчас это радует скажу вам определенно ну и не промахивается наш прокаженный несмотря на то что попали по нему да так и здесь бы хотелось бы отличивать стресс на самом деле у наемника с помощью терпения но при этом давайте наверно коллег еще вот этого добьем предварительно потому что этот товарищ прям руинит мне всю эту историю так двигаемся наемником вперед два урона один раунд да не станет какая-то приятная история не самое веселое начало солнце мне виделось все более лайтовые интересно так свин сейчас сам по себе отъедет а мы можем что сделать я хочу чтобы успел походить сам обечеватель и писал немного стресса с наемника да отлично но он видите как хитро здесь он списывает стресс своего союзника и накидывает эту же десятку на себя при этом бафает себя на скорость правильно же это работает ну да именно так и есть портрет портрет это неплохо а вот то что у меня наемник сразу же такой застрессованный это вот меня не радует совершенно точно но и сразу же момент вот этим боем как-то становится под вопрос да то есть не очевидное решение убийцы когда у нас толком получается нет хила поскольку пока не буду бить моего сам обичевателя он лечить то никого не сможет так ладно ничего страшного побольше оптимизма и смело в бой не пошло с максимальным уроном от могильной воровки зато крит выведал наемник молодец чуть-чуть стресса отличил пускай совсем чуть-чуть но это лучше чем ничего так ну и вот личинки пошли накидывать стресс оглушать моих бойцов это конечно неприятно как-то они так еще отходились все вперед моих ребятушек то ну что пробуем добить двоих но 1 убиваем 2 к сожалению на единицы т.п. оставляем живы вопрос большой здесь да имеет ли смысл бить личинку с полным хп или лучше добить вот эту кошки но лучше видимо добить да лучше было бы лучше было бы попасть добить было бы вообще идеально но хотелось бы хотя бы попасть ну и фокусе от наемника у которого стресса все больше и больше давайте еще отличим потому как сумасшествие у самобичевателя не бывает у него там своя механика работать восторженное состояние какое-то начинается это я помню четко правда помню что она начинается но не имею представления как это должно вообще работать ну что здесь возможно пару еды закинем нашему прохоженному установим немножко жизни так здесь стресс дилера тоже мощные но надо хотя бы колей поубивать слушай наемник у нас что-то вообще не оправдывает конечно нахождение в коллективе нашим дружным мажет безбожно самобичеватель не наверх и нового кровотечения на либо шира тоже конечно странная история ну и нокдаун для могильной воровки неприятно неприятно это все ну что наемник соберись давай как-то надо попадать хотя бы так уже неплохо ну и погнал массовый стресс нагонять на нас барабанчик до пережить экспедицию будет непросто слушайте но переоценил я способности самобичевателя конечно к лечению видите у меня все еще больше жизни чем достаточно того чтобы он мог полечить своих товарищей ну и при этом при всем прокаженный у меня не имеет навыка самоотхива в общем это конечно мой косяк вот пойти в таком составе но я говорю я чет немножко не форме в данном случае ну что двигаем вперед барабанщика надо доставать по нему но к сожалению он успевает первым походить куча стресса меня прилетает в общем чем дальше тем страшнее это все выглядит будут с вами откровенен тут уже не знаешь даст кого отлечивать вообще стресс самобичевательным так давайте прось хотел сказать найти на свина рубаку но у нас ничего не выходит в этом отношении так здесь конечно же блин как отлично хотя бы могильная воровка не подвела ну рубаху давайте резать ничего другого нам не остается но может как-то о самобичевателю кто не будет бить не что-то никто его не хочет фокусить как будто знают что он умеет прекрасно хилить своих товарищей так ладно могильная воровка врывается чуть-чуть списывает себе стресс отхиливать да слушайте ну прям ситуация какая-то сверх неприятная костяной алтарь вот это я вообще не помню тоже как-то связано с навыками но на нем можно отхватить я помню много много стресса разом то есть мне сейчас вот это точно да ни к чему не до экспериментов ладно тогда мы его оставляем но идем видимо вот в эту комнату тоже ничего другого мне в этом отношении не остается двигаемся вперед ловушка можно попробовать кстати наемником и и разрядить у него шансы были неплохие но к сожалению как вы видите 80 процентов это не гарантия так и у нас не да и бинтов да оба бинта я потратил и опять будет далеко не самый простой надо пытаться наверное все-таки фокусить барабанщика отлично скрита мы начинаем могильная воровка да отлично вот это вот было неплохо вот это прям порадовали меня то есть и так тут и без этого то могут быть проблемы но так сейчас уже самобичеватель может полечить кого-нибудь да и это будет прокаженный я полагаю у него что-то совсем со здоровьем нехорошо так это он не бьет да вот это он соответственно бьет врага и правильно же да и лечит себя любимого вот это неплохо уже вот это уже мне по нраву сейчас прям я начал ценить самобичевателей после такого мула и прокаженный начал ценить своего товарища до вписал просто крит по врагу так здесь ну по идее надо работать по стресс-дилеру хотя можно знаете что сделать он уже походил сейчас мы его двигаем вперед и остальными добиваем да пытаемся добить когда речь идет о ударе прокаженного лучше как-то не питать излишнего оптимизма быть более сдержанным в своих оценках ну что и кровотечение да есть хорошо вот так неплохо и неплохо что еще по нам бьют и я смогу сейчас еще себя отличить насколько я понимаю да здесь что стресс попробуем так а вот это что у нас такое это минус лечащие навыки то есть мне по идее то сейчас не нужно применять до лечащий навык поскольку он будет не так эффективен здесь нужно подождать следующего раунда ну можно кстати попробовать снять стресс кого-то из партнеров по команде так проверка на решимость экзальтация у него наступает и что это означает хотелось бы понять 7 крита 20 урона на два раунда плюс одна скорость на три раунда это экзальтация так работает или что это так работает не очень я понимаю тоже в комментариях мне напишите пожалуйста как работает экзальтация что она мне дает вообще какие риски она под собой подразумевает ну и так далее так ну дайте ход на что-то способен а то есть треста на других он будет навешивать при этом при всем да при том что экзальтация а так ладно хотя бы отхилився хотя бы давайте так здесь я и делал ты ничего не могу кроме как бить правильно опа с ридзель и ухты и кровотечение и что с этим совсем прикажете делать а я вот не знаю кстати а что с этим делать то есть хорошо бой я провел от сколько еще на пять раундов у нее сколько жизни где тиху текущее состояние одно здоровье то есть мы можем ей поесть и она в ноль с кровотечения свалится да но все равно надо а так и все я могу вернуться домой слушайте но это конечно был какой-то очень странный поход у меня осталась куча факелов но прежде всего давайте я вот так утону сундучок полной темноте кстати 4 портрета что очень круто разведу свет я не хочу возвращаться хотя если я сейчас не возвращаюсь очень велик риск что я потеряю могильную воровку нашу да так у нее пять жизней то есть она станет на грань смерти но при этом не отъедет правильно же я понимаю механику работа всей вот этой истории мы на нулевом хп ей уйдем это я думаю не страшно то есть в бой я не полезу но вот эти вот диковинки я соберу как это по моему святой водой прекрасно очищается так еще один портрет замечательно так все да она при смерти все расстроены и все ясно да хороший поход получился поучительный какой-то знаете это у меня фантомные но не более как сказать опыт игры на первой сложности да он дает себя знать то есть что вот я лезу и думаю что все будет хорошо так а тут ножи которые тоже ну давайте попробуем полутаем тут в общем то мы получим урон бинтики нужны бинтов у нас нет но ничего полезно но все ладно возвращаясь я в город и буду как-то думать что вообще с этим делать как вообще жить дальше по деньгам все просто ужасно ну какая-то награда есть есть купчей в походе купчих я не нашел посмотрим что сейчас по дилижансу ну и тут конечно все очень и очень печально хиломания одержимость вещами быстрая реакция болезнь да на прокаженным да прям конечно как-то не весело слушать а у меня пока я не скажу в во внутренний двор других событий не будет в принципе у меня все время да здесь будут вот эти комары и слабый стресс от хил как-то бы хотелось конечно вы избежать так а ты можешь у нас только самобичеванием себя лечить но у нас зал покаяния занят замечательно очень мило что тут скажешь слушать а у меня тринкеты были еще одеты на прошлой группе ли я их не снял но что-то я прям да вообще такой расслабленный расслабленный думаю вроде больше было тринкетов но тут правда разве что голову дисмоса я мог использовать камень защиты да но голову с собой брать при отсутствии стресс от хилы это вообще была бы страшная глупость так ну что же ладно с этой группы я даже не знаю чё прощаться или чё с ней делать то есть вроде они как бы у меня все остались но в таком состоянии что просто это конечно какая-то печаль и тихий ужас ладно буду я сейчас думать что делать дальше прежде всего идем в дилижанс видим оккультисты хотя бы да не дают мне весталку просто хоть ты плачь опять оккультист какими-то просто ну вот как по мне это едва ли не самый слабый набор навыков которые у него может быть одержимость святостью тепличный боец но это хиллер хиллер мне нужен поэтому оккультиста видимо я буду брать так секунду мне нужно посмотреть что по казарму и я смотрите не могу улучшить казармы героев мне не хватает одной кучей да и и сразу же стал вопрос ребром чу делать вот с этими товарищами так ну давайте-ка застрессованных сюда сейчас я буду думать смотрим что за сам обичеватель с громким именем понт что он из себя представляет озаренный это вот изумительно но 20 урона стресса от людей и пепельный но это ерунда ну и навыки конечно у него такие себе но его я наверное не буду брать а вот даже страшно мне почитать вот это имя не буду пытаться кстати по именам я все ваши имена которые вы советовали в комментариях выписал себе то есть у меня все под контролем через несколько некоторое время я переименую нашу команду славную вот этого сам обичевателя я думаю буду отличен так что мы делаем с другими ребятками нужны ли они мне могу ли я кого-то добрать так и культисты я взять хочу что касается могильные воровки алкоголизм плохо рисковый ну тоже так себе да не очень она мне нравится диктарку давайте посмотрим авантюрист бухты разрыв мышцы богобоязненность так-то неплохо тем более что может я в бухту сейчас и пойду и выродок есть тактика руин тепличный бои боязнь заповедника боязнь чаще но я не могу сказать что мне прям так кто-то там понравился так кого-то надо уволить взять оккультиста то есть прям какая-то беда с тем что мне не приходит висталка оккультиста я взять хочу кого уволить может уволить прокаженного все-таки у него еще и болезнь на нем висит то есть его надо лечить так то он конечно неплох но я даже не знаю просто кого-то увольнять то надо чтобы до прокаженного добрать тут тоже все неплохо единственный страх нежити я даже вот прям что-то я в смятении в некотором прибываю ну давайте пусть это будет прокаженная опять же только потому что я не могу выговорить его имя киеве ремонт вроде бы да и герой ну какой-то новый для меня но все равно неприятно мне увольнять героев и в общем то пока вот эта неделя вот она вроде была неделю мы потратили неделю на сейчас будет уже 8 а толку от этого похода был крайне и крайне мало так ладно кого сейчас буду брать собой отправлюсь я в бухту кто у нас пойдет пойдет вот такой хилл и где наш шут слушайте ну шута по идее надо брать с собой до отхиливать стресс но тоже он будет качаться то есть кем мы в дальнейшем будем стресс отхиливать но в общем что-то мне не очень эта история нравится так ладно давайте посмотрим что нам по заданиям предлагается а потом уже будем решать ну чаще мы не пойдем естественно на ветеранское задание это понятно что касается бухты сразиться во всех комнатах но это ладно но вот гербы здесь да мне нужны кучи совершенно точно здесь бюсты купчи есть опять таки в заповеднике да где мне предлагают сразиться во всех комнатах ядовитая курильница для чумного доктора спокойствие среди руин есть до 3 оскверненных алтаря задействуйте за портреты живительный кристалл плюс 20 максимальное здоровье минус одна скорость кстати очень неплохой тринкет я и не помню был ли он в прошлом моем прохождении ли он из какого-то dlc возможно просто я его проглядел но и тут смотрите роскошно 5 кубчик правил правда критические кости которые у меня есть и сразиться во всех комнатах в среднем походе то есть хочется пойти сюда за таким большим количеством кубчик да но под такой серьезный поход не сразу же нужен какой-то серьезный состав группы или все таки в заповедник еще раз посражаться ой сложно что-то сложно друзья мои как-то я прям кого мне надо с собой взять то есть мне нужно взять с собой оккультиста будет наемник оккультист если что еще может и марку повесить правильно у меня же по марке плюс ну по отметке до плюс 90 процентов урона это замечательно против людей хорошо работает оккультист просто нужен кто-то кто будет отхиливать стресс а у нас какие варианты ну или шут которого я брать не очень хочу или можно взять царя но из него такой хиллер стресса что вы сами все знаете очень слабоватый плюс он плутоман кстати спасибо большое что объяснили мне разницу между любопытством плутоманией да как-то я понимал что разница есть раз эти на разные навыки но как-то не вникал и не задумывался в чем именно она должна выражаться так ну что пойдемте все-таки закупчими я думаю что и именно в заповедник да очень мне не хватает висталки еще одно не хватает мне шута еще одного ну чё переживать чего нет того нет так надо продумать состав партии тебя берем тебя берем до кого еще то у нас еще может себя неплохо показать принципе можно взять все таки царя он неплохо там будет по животным работать ну и кого могильную воровку да не нравится она мне в эту группу прям что-то у меня можно взять боителя кто будет тогда пробивать до всех есть крюк то есть непонятно кем мы вообще урон то собираемся наносить с такой группой оглушение слушайте может вообще во вторую позицию поставить нашего культиста пусть глушит себя спокойно по третьей позиции почему нет все и второй позиции у него работает так псарь есть и что получается мы можем еще кого-то что ты у нас умеешь у нас умеешь резать умеешь отравлять до куда бедно тоже можешь подлечить снять отравление вот это вот все но давайте вот такой группы пойдем тоже мне она не очень нравится я в ней мягко говоря не уверен но вот начало игры на то она и начало игры так здесь есть у нас ядовитая курильница как раз под чумную доктор шу ну и давайте по тренинге там смотреть чем мы богаты перемещение у меня как раз апперкот да у него да то есть сколько у нас плюс 20 процентов шансу переместить но тоже может пригодиться нужно об этом помнить что такие опции у меня имеются так хорошо колечко на попадание ну давайте я думаю отдадим и на криты отдадим нашему псарю минус 8 уклонения или или нет или давайте мы у него уклонение повыше вот так мы лучше сделаем так здесь ничего профильного нет ну плюс 20 урона от стресса как-то мне боязно брать честно вам скажу шансы забрать застать группу врасплох насколько мы боимся перемешивания но боимся до в каком-то в некотором роде так 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 давайте вот так я сделаю голову дисмоса все-таки я оставлю не уверен я что ее нужно брать в этот поход ну и погнали да в заповедник еще за купчими после этого мы гарантированно улучшаем дилижанс что меня не может не радовать ну и очень мне хотелось бы верить что все-таки туда начнут приходите герои которые мне нужны классы персонажей да потому что пока с этим огромные проблемы у нас 8 8 неделя и у меня единственная весталка которая пришла сразу же на первой неделе так ладно хиллер здесь есть соответственно много прям еды не надо ну 12 штук берем прошлый поход кстати еды надо было брать больше с таким нестабильным хиллом тоже моя ошибка так бинты бинты мне разве что нужны будут на что на то чтобы взаимодействовать с какими-то диковинками да то есть это стойка ножей точно требует бинтов большой вопрос так святая вода берем одну пару ключей берем пару травы берем что еще я не взял бинт будем брать пару лопат обязательно бинт ну по идее наверное нужен хотя бы один но как то вот так как видите факел в данном случае я остановлюсь на восьми факелах но посмотрим хоть мне их или нет пока хватало и прям вообще нормально не было до проблем с факелами но в общем посмотрим надо это все тестировать конечно тестировать в таких условиях прям боевых боевых самых что ни на есть это опасная история но ничего страшного будем превозмогать если что пока мне честно вам признаюсь не нравится как складывается начало этого прохождения то есть вроде как мы движемся навстречу прекрасному да и великому и замечательному хорошей команде хорошей прокачки банку все-таки время идет но проблемы явственно присутствует так сразится во всех комнатах тоже данж небольшой но мне придется походить взад-вперед вот он сразу факел ну ладно факел и замечательно так что здесь 80 но вы не умеете 90 у псоряну ему как бы не надо ну что попробуем давайте наемником туле с более успешной чем его визави который остался в городе того прям проблемы были с ловушками как мы помним мой первый бой бой неприятный стресс дилер и в общем все как мы любим так хорошо что второй раз сектантка промазала здесь пробую оглушить свинью получается это замечательно и что можно попробовать подтянуть сектантку ну наверно да давайте я так и сделаю если сразу косточку в этом бою ну по идее куда их беречь да тут бой не самый простой тоже поэтому давайте сразу же пробавим нашего царя ну дорогой ты мой ну что ж ты делаешь что слов нет да вот это начало вот это начало друзья мои ну крит может нет никакого крита никакого кровотечения ну и получим мы а ну это лучшее что мы могли получить в данном случае от этой барышни 24 как не очень надежно это смотрится но ничего себе он выписал крит на 31 в это было неплохо так и в нас прилетает крит это тоже неприятно здесь что я делаю можно метку кинуть кого-нибудь да у нас и псарь и наемник по метке умеет хорошо работать ну давайте в оставшуюся стресс-дилера и запустим и будем надеяться что мы его обгоним до обгоняем отлично так было хорошо когда хорошо тогда хорошо не дать не взять но это участковое течение это мы снимем тут проблемы в общем то нет так можно попробовать оглушить правильно кого-нибудь 25 25 давайте большого душа пробовать да отлично работал еще и с критом вывели его из строя на какое-то время теперь давай тебя отметим уклонение стало меньше тут лечение легчайшие с исцелением стресса кровотечение да и все баф прошел от лакомства но не вечно же ему висит это в общем тоже понятно так ну что давайте попробуем еще раз оглушить не прошло оглушение это неприятно так здесь добивая добиваем и тут пробуем навесить яд к яду сопротивление это приличная да можно не не пробовать заниматься такой ерундой а скажем а скажем бафнуть нашего царя на то чтобы он больнее атаковал но правда его оглушают про уже после этого не проходит проклятие но и царя прям там обрабатывают по полной программе а здесь мы можем кэш тянуть ну давайте я лучше вот так сделаю вот так сделаю прорублюсь через труда ну что кровотечением когда пошли дела кое-как здесь давайте попробуем похилить стресс тут немножко попробовали немножко немножко похилили в общем все в порядке так здесь пробуем еще раз оглушить на этот раз удачно замечательно ну и тут забиваем так все хорошо пробуем отличить да тогда хорошо отличили еще и кровотечение не наложил ну просто праздник жизни какой-то и тут тоже забивает наш наемник может немножко стресс отличить нет не захотел так шанс у отравляющего навыка кстати говоря ну-ка это здесь не помешает определенно ну и книгу нужно дать кому-то другому ну давайте дадим оккультисту ловушка немножко яда как немножко на шестерочку есть противоядие да давайте наверно сразу же его выпьем просто лучше мы это здесь сейчас сделаем здесь а в бою если что чумная докторша сможет отличить все это дело более чем эффективно так лопата 1 уходят из тоннел спрей дать его на поле осталось немножко добычи две еды нужны они мне или сразу же употребить в дело давайте сразу же съедим еда у нас полная поэтому новый слот забивать ей не будем так ну что две комнаты проверили идем дальше на это эта группа как-то себя пободрее чувствует да ну тут есть полноценный хиллер который может в любой момент полечить товарища это в общем то как мы понимаем немаловажно так я не понял это у него навык не сработал или это просто я недостаточно хорошо к ловушке подошел но как-то это было странно и мне вот еще еще не понравилось что сразу же они еще раз захотели покушать как-то очень быстро ладно пусть это останется на их совести идем дальше ну да только я сказал что вроде как смотрится получше ну и на тебе получше ты смотришься да сейчас мы тебе накинем приключений пару бюстиков мелочи приятно но и тут личинки личинки кстати можно свет зажечь кровотечение надо наверное дорезать его да надо но не попали ну конечно в кого стресс будем кидать конечно же в чумную докторшу который и так непорядок с этим делом так глушать здесь бессмысленно поэтому пробуем отличить наемника ну в общем на двоечку хоть как-то да ну и вся надежда на нашего тулиса есть на 15 красавчик и стресс еще отличается критом попытка номер два гораздо лучше кровотечение конечно повесили но в то же время вылечил много да добиваем и тут что нас ждет бой нету пустая комната дальше у нас будет два боя подряд но сперва мы вот этот вот ящичек унесем так здесь их хотя бы трое ну и продолжают фокусить именно чумную докторшу мне кстати приходилось слышать такое мнение что мол в дарк из данжен персонажа не фокусе да кого то твоего но я бы не согласился с этим потому что неоднократно являлся свидетелем на ситуации когда вот стресс работают строго по тому у кого есть стресс да кого надо добивать работают по нему может это конечно совпадение но если честно как то я не склонен рассматривать все именно с этой точки зрения так здесь давайте-ка мы ослабим немножко нашего оппонента ну и тут турист продолжает работать как нужно просто красавчик сопротивление яду 40 процентов а у нас 115 процентов да с учетом тринкета шанс отравить ну так то неплохие варианты в плане отравления но ну можно и попробовать кстати ну да жалко только что не попали попробовать конечно можно почему бы не попробовать почему бы и нет добиваем хорошо ну и здесь оглушаем да ну-ка отлично отлично молодец что у тебя по сопротивлению яду здесь уже 60 здесь уже более серьезно давайте бафнем нашего псоря хорошо критом отлично это я понимаю так девятка да осталось здесь осталось девятка сколько у тебя скорость 3 а у меня сколько скорость здесь 5 какие шансы что мы его обгоним ну какие то есть да поэтому ну-ка обогнали отлично ну давай турист красавчик и опять крик слушайте вот этот парень уже мне нравится шансы оглушить так это я знаю кому отдать есть у нас специалист по такого рода забавам идем дальше факел по случаю придется ко двору саря до полетела рвота и от болезни он он сопротивился болезни молодец такой так ну и определенно настал момент для второго собачьего лакомства собачьего лакомства вы оценили кстати как я бодро стал съедать этот бафающий элемент нашего снаряжения поработал над собой в этом отношении раньше было больше проблем по этой части барабаны ущерба вот ты нехороший человек барабаны ущерба так ладно пока это все не очень страшно может попробуем отравить отлично слушайте просто отлично ну и кого то надо вытаскивать вперед хотя под кого вытаскивать вперед давайте я попробую наоборот лучше оттолкнуть назад рубаку и тем самым подвинуть вперед да вот этих ребят хорошо вот это вот неплохо было определенно так что я могу сделать хорошего здесь ну толком то ничего не могу хорошего сделать можно попробовать оглушить ну давай тебя в потенциале ты можешь нам нести гораздо больше урона нашему стрессу поэтому тебя мы и будем бахать здесь секундочку разжигаем свет и продолжаем подобные мероприятия теперь по цвину колейки проходимся я бы не удивился если турист прямо и сейчас бы еще бахнул бы критическим ну нет в данном случае без крита обошлось к сожалению так ну продолжаем оглушать почему бы и нет оглушать и двигать и все на свете да так здесь у нас еще один раунд работает усиление кого кусаем большого или вот этого давайте большого попробуем кровотечение навесили пробуем еще немножко кровотечение навесить нет здесь не получилось можем тогда отметочку на тебя поставить сейчас придется потерпеть будем надеяться что без крита удар мясника да без крита зато кровушки немножко нашей пролил а как тебе вот это а мил друг понравилось я думаю что нет это в общем то не наша же проблема так тут подлечили и сейчас кровотечение мы вот ты негодяй кровотечение сейчас мы снимем с помощью чумной докторши это вот не вопрос да чумная докторша конечно в этом плане незаменимый помощник что попробуем еще немножко стресса отхилить есть на получи мы добиваем 4 кубчи обращаю ваше внимание замечательно мы продолжаем поход слушайте кистяной алтарь кистяной алтарь может попробовать так кем попробуем сарем определенные в следующий поход брать не буду давайте попробуем а святой воды у нас нет да я бы святой водой бы конечно его попробовал бы утонуть давайте попробуем просто руками о как он меня бафнул жалко что что драться здесь больше не придется да ну ладно буду знать что руками можно все карта нигде в общем то потайных комнат не обнаружено среди останков ничего ценного ну и пробуем здесь вот ловушка она она же должна красным подсвечиваться нет нет почему то не подсвечивается ну ладно вот этот в общем то поход удался гораздо больше у нас 7 плюс 7 кубчик а денег побольше вынес в общем то пару портретов еще нашел единственное что ух ты сейчас у меня тут слабые удары ясно понятно жаворонок это неплохо медленная реакция и ненависть к зверям слушайте вот у нас будет сейчас наш псарь то по зверям работать он и так то по ним неплохо работал отлично вот это вот хороший для него квирк определенно мне понравился так ну что самый главный это для меня вопрос кто пришел кто пришел без толки нет обращаю ваше внимание ну надо в любом случае расширять казармы да хотя и сеть дилижансов бы не помешал но вы сами видите вроде пятеро по пять приходят и вот свисталками прям какой-то затык так ладно зато можем взять шута это важно вот это очень важно а может быть и двух подумаю на этот счет интерес к мертвым телам отходчивость быстрый рефлекс неплохой вариант что здесь слабые удары одухотворенный одаренный ничего чего лечить как буду да вот смотрите вот это мне прям нравится виверс вивер соберу однозначно правда что первому что второму нужно было будет покупать навык да балладу в общем то отхиливающую стресс пришла мушкетерка пришла щитоломка по щитоломкам мне много писали что в паре они просто не невероятно хороши синдром самозванца тактик чаще настороже кстати а давайте посмотрим слушайте надо наверное его отличить все таки у него психоз так ну ка подождите ускоряет восстановление и могу да вот тут немножко удешевить ну наверное имеет смысл это сделать поскольку по деньгам то у меня не то чтобы хорошо так 200 монет но все таки сэкономили но надо надо его отличить отличный персонаж нужно конечно им поиграть чтобы разобраться как это правильно делать я еще один поход пожалуй в этой серии проведу надо только понять куда кстати не очень много заданий раньше мне кажется в прошлом прохождении было больше больше был выбор вот здесь то есть да каких то вариантов для походов день всех святых так подвеска игрока но не очень не нравится что дают в бухте тоже не очень нравится в чаще да тоже такой себе на самом деле слушайте что-то прям куда не кинь всюду клин может вообще сходить в крестьянский двор взять прям проверенных ребят я думаю всем кстати будет интересно кстати можно так сделать и опять же давайте посмотрим какая у нас сейчас неделя и обратим внимание потратится ли у нас неделя на прохождение крестьянского двора неделя девятая между прочим десятая нам станет доступен банк и вот эти все прочие истории так так вопрос в том кого брать крестьянский двор естественно я возьму весталку тут прям вот без вариантов это мне очень надо деньги вкладывать в нее нет навык то и можно бы какой-нибудь поменять но нет не буду не буду вкладывать пока деньги возьму тебя то у нас прокачанный все у тебя есть так все у тебя есть да по части навыков или или нет или взять новичка давайте новичка возьмем сейчас я ему лучше прикуплю нужный навык все равно его покупать за что вы улучшаетесь то за портрета забыли про улучшение пока забыли пока портреты это неприкосновенная до история так купили людню отлично теперь надо ее поставить вместо чего то ну наверное вот так я думаю это будет выглядеть сразу бы конечно и боевую балладу купить денег жалко вы все вы себе не представляете просто ну просто это же как бы классно да боевая баллада это же прям ой ладно разорюсь разорюсь ну просто шут без боевой баллады это неполноценный шут как по мне вот это вот я вообще убираю оставляю серпы ему боевую балладу и бодрящую мелодию так и кто то еще мне нужен да ну нужны наверное бойцы я просто не хочу рейнолда тащить поскольку он там еще получит опыта он мне и так нужен будет в руинах не или сталк это нужно в руинах но у меня тут вариантов немного хиллера мне нужен тем более я не вообще не понимаю что тут будет сложности вообще как все будет выглядеть можно дисмос и кстати взять тоже конечно навыки у него прямо скажем спорные да дисмоса взять кого еще взять то может тулиса взять пусть дальше качать с тулис мне понравился тулис крутой так и дисмоса или гадарта ну по идее дисмос побольше урона будет вносить не а мы можем вообще кого-нибудь новичка как он взять же правильно не так чтобы очень было это проверено можно кстати крестоносца вот этого посмотреть не точная стрельба ну и ничего страшного так лечение есть а кто еще есть щитоломка щитоломка есть вперед так а у нашего где-то есть дисмоса нету ни выпады не не прицельного выстрела так то они бы со щитоломкой могли бы там покружить смотрите у него сколько всего интересного да да так то дисмос конечно крутой щитоломка страх нежити синдром самозванца все время мучается мыслями о собственной некомпетентности так так я вот даже не знаю честно вам скажу я буду играть щитоломками обязательно соберу из них команду где будет две щитоломки но все-таки я отложу это чуть наверное на потом опять-таки мне вот в этом походе хочется видеть персонажей которых я более уверен щитоломки я пока не то чтобы не уверен вы мне ее так расписали что сомневаться то не приходится до в добродетелях этого класса этих персонажей но просто я не понимаю как они должны работать вообще какие навыки нужны давайте-ка я это все оставлю на потом так ну что имею право я здесь взять вот такую штуковину то ну видимо да урон от стресса понятно но у меня есть шут правильно же да меткость кому поднять можно ему и поднять и меткости крит пусть он прям вот бахает по полной программе здесь шансов оглушения не знаю у него есть же до удар эфесом оглушающий удар есть не знаю насколько ребятки там подвержена оглушению но в общем пока не проверивши не узнаешь крит шуту или сталки что скорость поднятие скорость оглушение да и будет хуже работать ну и ничего страшного хуже и хуже скорость неплохо будет лучше лечить ну что же вот так мы пойдем перемешивание опять же врасплох да к шансу застать врасплох не знаю могут там застать врасплохом давайте я тоже возьму так единственное что давайте шуту наверное чуть-чуть единичку скорости уберем так ну что ж друзья мои вообще не планировал на самом деле у нас какая 9 неделя 9 потом будет 10 не планировал в этой серии идти в крестьянский двор но видите у нас серии получают такие длинные затяжные по 3 похода но как-то мне комфортно так делать пока я в другой ритм не вошел поэтому будем действовать именно так припасы так припасы как-то тут интересно нет еды при этом есть лопаты вообще мне писали что там ходить по моему не придется что там будут просто волну врагов на тебя накатывать если я опять же ничего не путаю тогда лопата мне просто не нужны если это так травки если добав кто-то навесит давайте я возьму пару бинтиков и пару противоядий ключ если на меня тоже враги будут ну я даже на один ключ но если мы никуда не идем если на меня нападают враги то зачем ключ ключ тоже по идее не нужен просто не хочется сливать деньги да если это не нужно а понимание что вот это нужно будет у меня нет ну что ж ладно давайте погнали посмотрим будем разбираться блайт у меня вспышка в небе прошлой ночью земля содрогнулась что-то упало на старой мельнице так и карты нету до краеугольный камень небес несущее крепление в крепком заборе вокруг христианского двора ну то есть очевидно что нужно проникнуть за барьер просто ничего другого здесь похоже не остается ну давайте проникнем за барьер вперед то есть все таки идти надо так ну привет давайте знакомиться батараки пустой человек плане не 8 скорость 2 чё делает непонятно оглушать их вполне можно травить нельзя кровотечение можно навешивать то есть шут может навесить да а вот на тебя нельзя пугало клонение 15 я от ослабления перемещения попробуем поставить весталки смотрите прошло оглушение несмотря на то что в общем было это не очевидно совсем учитывая все обстоятельства да то что тринкет на ней надет ну и давайте бахаться прежде всего шутом ужас то есть стресса на нас будет нападать так перемещение оглушение хороший резист у него я не понял а почему я не могу по тебе бить потому что невидимый еще на один раунд все понятно значит бьем сюда и не попадает не попадаем ну ладно продолжаем пытаться попасть по батараку чтобы нам еще оставалось делать давайте дальше бабки какой-то момент это все должно начать отыгрываться правильно же 95 слушать еще шанс попасть и 95 как ты промазала все в прошлый раз задала бы так ну и тут будем лечить группу с надеждой критонуть отличить стресс на общем это стандартная история тут ничего нового так а вот и стресс вы умеете накидывать все я понял промахнулся товарищ то есть что вы делаете посадка семян вечный труд до посадка семян это отравление и стресс любопытно так ну пробуем глушить еще в критон молодец просто молочин это неплохо это было неплохо кристальчик делает непонятно кристальная аберрация теперь пожалуй переходим к снятию стресса минус 2 продолжаем лечиться пока без критов к сожалению я понял так глушить здесь бесполезно до 15 здоровья шанс попадания 80 неплохой шанс попадания опять таки но тот кристалл меня смущает может как-то попробовать его по нему поработать просто что с этими то понятно они бьют о как о как смотрите как вы красивый лошадку то есть смотрите что-то упало на мельницу давайте сейчас я немножко отвлекусь от боя сейчас мы к нему вернемся просто на этом я не остановился это видимо батраки которые работали у мельницы это пугало это лошадка до рабочая лошадь защита 15 пустой то есть и вот то все то есть мутировали так вот эти кристаллы лезут вот здесь какая-то полосочка растет но видимо с каждым убитым она чуть-чуть от прибавляется надо последить за этим моментом так шутом себя чуть-чуть давайте успокоим взбодрим приведем в норму так ну ка попробую оглушить стрит хорошо и оглушили и она себя немножко еще и стресса сняла ну и пробуем добивать обратился внимание полосочку пошла вперед вспахать кучу а чё получилось то вот это сейчас мы вспахали почву и что давайте пугало как-то а вот опять кристалл опять этот кристалл топот о как зачем так делать ты мне не скажешь не пар на копытное создание так можем тогда по кристаллу 6 кстати всего лишь здоровье а то есть я его сломал и полечился принял угла добились личная осталась лошадка и 2 пришла и невидимость пока очень страшно это все не смотрится возможно тут дело в том что это как бы первые подобные походы дальше будет как-то бодрее и веселее здесь давайте бафнемся они все равно он все в инвиз ушли факел мясо крестьяна что-то внимание не обратил мясо крестьянского двора эффекты группам героями минус 10 получаем получаемое лечение плюс 10 урон от стресса а если я вот так сделаю что-нибудь изменится ничего не изменилось кроме того что я себя отметил и получил плюс 20 защиты ладно не изменилось и не изменилось давайте тогда мы отличим стресс это они меня просто бьют да а еще и перемешивают вот это конечно неприятно вот это неприятная история так ладно продолжаем рубать здесь видимо надо нет здесь давайте-ка мы будем отвлечиваться ну а ты пошел вперед понятно что это будет долго больно и все такое ну хотя шут у нас быстрый за счет него мы позицию восстанавливаем довольно таки оперативно ладно сейчас лошадка это одна отъедет на это она меня пытался оттолкнуть для поднявшись на дыбу вспахать почву от опыт еще какой-то был почему он не нашел отражение ладно хотите тогда грязно хотите играть против нас ничего ну-ка арундель давай это имя-то эльфийская до арундель вот они аберрации тут можно подлечиться как мы поняли на халяву так ты будешь корритовать или нет почему один шут должен бедолага стресс на снимать так у кого больше всех двадцать шесть двадцать шесть двадцать одинаково примерно но давай тебя отвлечим и здесь крестоносец тоже себя чуть-чуть подхили пушки но это надолго так не похоже дать что-то как-то но я не сказать что их очень быстро прям хорошо здесь всех но ребята ну вообще что ли очень конечно неприятная история так ну-ка иди и здесь надо лошадку тут добивать очень мне нравится к мне работает прям вот неприятно все получается ну и ты продолжай топать вперед так давай давай тулис есть хорошо за чуть-чуть половочка приросла все на этот раз увидел явственный момент притонуло по себе бафает смотрите так ну тут нам надо убирать себя стресс определенно застрессовываться нельзя посадка семян хорошо что промахнулся это вот прям тоже радует так аберрации эти подъехали да их надо убивать быстро поскольку они мы видели чем нам грозят они могут нас так промахнулась но я полагаю что по стрессу будут долбить если будут попадать ну как я уже сказал страшным не выглядит но просто не хочется как-то сглазить ну пока вроде все более-менее вот перед прилетел кэш неприятный определенно было неприятно ну и стрессом пошел на нас тут стакаться ладно ничего держимся держим строй вот можете простыми ударами бить кстати бинтик пригодится ну-ка сама себя плечи молодец молодец четверочку критом в общем все как мы любим тулис ты чё-то у нас не критуешь да пока потому что шут не баба это вынужден лечить вас осламонов так тут побольше до шанса попасть отлично еще один отъехал еще мне писали про вот эти вот походы это же мельница до называется что тут есть какой-то бесконечный режим тоже я не очень понимаю что это такое как-то работает но вот он как бы не но видимо вот точно так же они появляются и появляются просто как из него выбираться не очень понятно так прошел крик зашел покрестонувств не очень качественно отличивает да в плане количество это количественной формы этого лечения но в остальном неплохо так они падут все до единого хотелось бы конечно верить что это произойдет так ну-ка давайте как немножко бахнемся старший работник неприятный какой товарищ ну и надо наверно давайте-ка еще раз вот так сделаем и просто себя отличить скорее тонны десятку кроссовку вот час молодец сейчас было очень хорошо и своевременно просто ли какие-то проблемки то что являться вроде как все было ровно-ровно а тут он поперло все одно к одному здоровье стала отъезжать постепенно и стресс набираться ну много зависит конечно от висталки насколько она будет хорошо лечить но такие конечно минимальные хилы это ужасно это нас никак не спасает если будет пободрее то тогда ничего страшного быть не должно ну и старший работник конечно может больно каретануть это я уже тоже понял так еще минус один а мы даже половину не победили все новые новые вылазят вообще до старшего работника бы добраться на самом-то деле может нам его как-то притянуть ну давай хорошее лечение ну такое себе на самом-то деле бафаемся нужен криз старшего работника короче хотя бы так его можно кстати оглушить попробовать ну-ка есть это неплохо вечный труд это вот не очень хорошо я что оглушил дружище ты чё ты чё наглеешь на такая себе история да как-то мы стали провисать слегонца я бы сказал ну и хочется какие-то криты увидеть вот такие например это было неплохо ну тулис не отставая товарищи нет чуть-чуть куда отстал посадки семян ну да надо за стресс приниматься опять чуть-чуть я побаффался но тут уже куда баффаться тут уже не отъехать бы от стресса стресс вообще мне ни к чему не нужен здесь так старший отъехал работник это хорошо так листалочка пожалуйста хороший хил вот неплохой был это определенно было неплохо так когда было две лошадки было получше да тут четыре руки они очень неплохо меня так отучивают яд вон еще навешиваю двойной а по четыре урона изумительно что тут скажешь и противоядие есть еще одно это радует на самом-то деле наверное надо здесь вот так кричить стресс отхиливать и есть противоядие немножко об кристаллик полечимся опять же вечный труд так еще вечный труд промазал тут хорошо чтобы промах и да что же вы не можете не вылазить постоянно вот себя она отлечивает прям конечно замечательно но единичка остается слушайте ну прям вот хотелось бы ой 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 куда мы катимся куда мы катимся вот по листалке побить так побить и повесталки ну здесь надо вот так делать никаких вариантов я лично не вижу да в какой-то момент стал стала прям совсем нехорошо здесь еще промахиваюсь посадка семян с ядом личный труд ой 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 вот этого я не люблю товарища это жесткий тип и он пришел слушайте получается зря я сюда лес до не прокачанной группы но опять-таки я пошел сюда не прокачанными ребятами у меня два новичка эти ребята тоже не не вкачаны в плане снаряжения хотел же идти в кит новые места прокачанным пожалуйста при смерти при смерти это неприятно ну че может отступать мне надо дайте мне ход да в общем осколков я не собрал награды я не получил у меня куча стресса у всех и неделя до промоталась время укладывать камни возрождение нашего обиджалого городка привлекло внимание торговцев и ремесленников которые решили что свободное место вокруг городской площади можно с выгодой использовать получен чертеж так изумительно чертеж получен это прекрасно до недели у нас потрачено вообще в пустую это вообще не радует неделю потрачено да ну на кладбище по крайней мере никого не появилось так что у нас в дилежансе весталка ну неужели друзья мои ну просто это я даже не знаю спасибо огромное но я и в любом случае беру да давайте мы конечно не и посмотрим неотходчивость равновесие ненависти к животным изумительный набор навыков прям то что мне нужно пушкина у меня появилась какая-то надежда на то что все закончится хорошо хотя после такой серии до которая сейчас в общем-то буду заканчивать я понимаю что вы ладно не будем а грустно вот никогда не будет пить в городе тоже молодец тоже хорошо все весанта у нашего дрессировщика его я тоже беру теперь что касается вот этих всех ребяток что касается этих всех ребят всех снимаю задание мне еще знаете что я сюда полез то мне писали что иди туда там в общем ничего сложного но знаете как как ничего сложно вроде у меня и весталка была не самая слабая ну правда то что она второго уровня навыки то не не прокачанной 1 до в общем был хил был отхил стресса но опять-таки не прокачанным в крестьянский двор на этой сложности соваться нельзя ну я сделал именно такой вывод ну ладно опыт сына ошибок трудных очень жалко конечно что мы потратили на это дело неделю с другой стороны очень хорошо что никто там в итоге не погиб чем у нас по стрессу давайте смотреть ну куча стресса понятно нужно ли мне вот этих тогда товарищей сохранять если вот они с кучей стресса кто ко мне кстати пришел давайте я уж не сюда вот давайте я посмотрю да что такое это называется tilt так я даже не знаю такую могильную воровку я брать не хочу чумной доктор неплохой кстати чумной доктор ну и выродок ну понятно нет пожалуй я нанимать никого не хочу ну и что делать вот с этими ребятами которые у меня застрессованы просто неимоверно увольнять одних брать других как мне говорили ну как вариант наверное да а кем я пойду в следующий поход давайте посмотрим просто уж раз шута увольнять не увольнять на так то он неплохое лечение получает я в него денег каких-то вложил нет давайте так что то я не увольняю ну ну что но обалдеть еще этот старый смотритель здесь занимает места нужные так ладно что-то я немножко слегонца под расстроился не такого начала я ждал от прохождения ну хотя меня предупреждают ладно что с этим совсем делать будем думать дальше давайте только заглянем в чертежи что мы можем строить дату тут есть за кристаллы что-то строится мельница ну тут надо коня короче все изучать всего тут судя по всему много я уже вижу вот классно кровавый крюк монумент единственная цель которого демонстрация самоотверженность но класса не дать не взять банк слушайте 50 здесь нужно портретов танец они 40 15 тысяч денег 15 тысяч денег у нас есть а вот портретов мне еще 29 штук надо слушайте в общем что я планирую делать в этой связи мне надо в ближайших сериях сосредоточиться именно на сборе портретов постановки банка накопление денег я не иду никаким боссом я прокачиваю свою команду прокачиваем навыки прокачиваем но чтобы можно было уже качать снаряжение после этого я как-то буду что-то проходить куда-то соваться давайте просто посмотрим что дают интересного куда мы пойдем следующий раз можно прикинуть но портреты да у меня значит в приоритете а их нигде не дают как раз в этот раз ну значит наверно пойдем туда где дают кучи где побольше его было чаще с боями во всех комнатах ну страшновато конечно но с другой стороны весталку шута беру беру еще пару ребят покрепче и вперед видимо пойдем вот сюда следующий раз но это будет именно что уже в следующей серии ну что друзья мои кто хотел более страданий не удачи всего прочего пришло ваше время пришло ваше время в общем то надо мне крепко подумать как вообще с этим совсем жить как вообще двигаться дальше так-то одна десятая часть игры пройдена да то есть осталось у нас еще 90 недель а мы ну мягко говоря топчемся на месте практически хотя конечно определенный опыт и знания я об этом обновленном мире в дарке с данжен на кровавой луне получил всем огромное спасибо кто был со мной смотрел это видео давайте обратную связь в комментариях за советы и рекомендации как всегда буду признателен это было антиквар всем удачи и до встречи в темнейших подземельях пока